приветствую вас товарищи дмитрий флегантов на связи итак у нас суббота сегодня солнечный замечательный день мороз минус 10 зима в разгаре что называется как вы знаете недавно я ездил к официальному дилеру по его вызову вот мне что-то поменяли в прошивке робота вот так вот то есть и после выезда собственно говоря я с вами поделился своими ощущениями что машина поехала иначе машина поехала лучше стала острее реагировать на педаль газа то есть еще лучше стала ездить чем ездила вот так вот такой мне подарок дилер сделал на новый год вот и вот который день уже я езжу сначала подумал может мне показалось но нет на самом деле машина стала значительно значительно бодрее так скажем робот стал быстрее переключать передачи их хотя он и до этого у меня нареканий не вызывал на сейчас вообще что-то такое я хочу проверить машину на бездорожье друзья на легком бездорожье хочу попробовать машину в снежных подъемах как это я люблю иногда делать первый подъем достаточно легкий и уже вам знакомый вот сейчас я в него как раз и пытаясь въехать резина липучка дам лоб у меня стоит про резину я уже принципе ролики снимал и сравнивал ее как она вообще едет но сравнивал с летней резиной чем с летней потому что проскакивали такие мнения что якобы разницы нет но я показал что она есть и как вы видите ему вот достаточно крутую гору въезжаем вообще без всяких без всяких проблем говорить как вот я руль выкручиваю я не ездит она скользит вот первый первый участок пройден первое упражнение смотрите какие колеи вот вот так вот друзья уже тоже магиом кое-чего о как тоже мне подвеска у весты нравится не гремит ничего вообще все так приятно приятно все срабатывает ремешок надо накинуть и у сгоры сейчас вниз вот так ну ладно давайте в другую гору сейчас поедем раз еду отсюда и поедем в другую с вами гору очень конечно хочется вот именно забуриться куда-то в поле вот так вот и вообще вот из-за чего у меня мысль о покупке новой нивы и возникло что довольно таки бюджетное решение как правильно кто-то написал что квадрик под крышей потому что по цене сопоставимо просто из новых автомобилей ну нечего просто другого выбрать вот про патриот говорят а патриот он кушает много он слишком большой мне для одного я езжу в основном один поэтому мне как бы слишком это я такой объем переплачивать за бензин я не хочу вот весту я купил допустим у меня сразу сократились расходы в два раза на бензин если я в месяц раньше но при активной езде тратил 20 тысяч на бензин то сейчас трачу ну два раза меньше это я имею ввиду это когда у меня насыщенные поездками месяц бывают когда я далеко далеко и много езжу ну сейчас у меня где-то тысячи три наверное в месяц уходит сейчас пока затишье бизнес пока так по чуть-чуть еле-еле двигаться поэтому поэтому вот расходы сократились вот так вот но сейчас сезон вот начинается зимний скоро закрутится опять все надеюсь на это по крайней мере что кризис не долбанет по моей деятельности хотя я морально готов в принципе к этому я как-то уже за свою жизнь много поменял видов деятельности и всегда-всегда готов к чему-то новому короче лесной-лесной бизнес у меня кто не знает занимаюсь я услугами в этой сфере и торговли вот много много конкурентов крупных появляется тяжело сейчас уже с крупниками конкурировать такие вот дела ну у меня запасных вариантов много поэтому я сильно то не переживаю если чего-то совсем совсем плохо будет я могу даже просто сорваться куда-то поехать и там найти возможность заработать и заработать вот так вот и поскольку я блогер то вы это все увидите все что короче не происходит оно я считаю всегда все к лучшему так вот у меня вообще проблем нет куда-то сорваться ехать вот по роду деятельности я много катаюсь и уже уже просто Россия для меня вся как один один мой большой родной край вот так вот некоторые вот иногда ну им тяжело психологически из родных из родной земли им с малой родины куда-то выехать а мне вот не тяжело я везде себя чувствую одинаково хорошо так что так ну ладно все сейчас в гору поедем ух не знаю что тут у меня из этого всего получится но попробовать то можно лопата я надеюсь выручит в случае в случае чего а может и не выручит что то я тут уже в самом начале начинаю куда-то не туда съезжать стаскивают понимаете 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 ли так ну попробуем вот так вот по колее по колее пройти слушайте закапывается ну как сказать не закапывается скользит лед а попробуем ESP что ли отключить может так лучше будет давайте так попробуем ну да так вроде едет смотрите-ка вот ребят зимой в снегу вон до 4000 кручу зимой в снегу вот без ESP вроде лучше так я сейчас просто осторожничаю ну пытаюсь как бы сильно тут глупости не наделать так то вроде едет ничего вроде на мануальный режим переключу первую передачу е-мое стаскивает да вот видите все-таки здесь как-то что-то на такое более зубастое наверное на Ниве бы я сейчас здесь душу бы отвел вот что мне не хватает в основном это главное что мне для работы надо вот это вот сейчас надо будет по лицам опять ездить ну-ка ну давай блин как-нибудь разбегу что ли туда может дальше она там когда я туда въеду она поедет лучше давайте попробуем ну вот на скорости вроде как бы еду а вот смотрите критический участок преодолел и и все приехал тут диагоналки пошли давайте их посмотрим вот она вывешивается видите диагоналка здесь и вот там вот практически висит тут надо на скорости преодолевать этот участок сейчас вот я туда назад чуть отъеду и попробую вот в данном случае рулит скорость так назад назад сдаемся назад едет ESP отключено напоминаю вон там какое место нехорошее так посмотрите а не вот вот я проехал это место ой блин так чуть назад чуть назад и вперед ну что движемся пока пока движемся так то можно на второй конечно попробовать это все форсировать тут можно на роботе можно короче сразу со второй ехать на двигателе 1.8 мотор тяговитый сейчас попробуем вот отсюда вот вот отсюда я сейчас попробую сразу на вторую в мануальном режиме вот смотрите видите вот он допускает вот а дальше а дальше не дает и со второй со второй даже в ползущем трогается машина давайте попробуем чем черт не шутит вот видите видите как двигается вот блин на него бы они поставили бы этот мотор вот чего бы было хорошо вот вот смотрите на второй на второй еду только меня снесло я боюсь что сейчас мне бы тут куда ведь канаву бы не заехать о видали вот зеркало сейчас вот пружина спасла зеркало вот вот полезная штука вот я про зеркало тоже рассказывал почему эти пружины вот которые тут стоят это хорошо вот поэтому так ну что попробуем на первой сейчас вот аккуратненько выровнять машину и не получится назад еще еще назад отъехать чуть-чуть и со второй сейчас чем дальше короче чем тем страшней становится не они едят куда я тут заехал то а в колею заехал вот здесь вот здесь вот видели вот так вот ну чё наверное сейчас лопатой как раз и потребуется вот тут немножко подкопать пока я не закопался так сейчас тогда попробуем попробуем лопатой немножко подкопал вот лопата тут и вот тут видите посмотрим сейчас уеду или нет совсем совсем чуть-чуть так сделал посмотрим чего будет надо из этой из колеи выбраться так попробуем блин буксует вперед а вот сейчас с этого как раз небольшой тут накатик есть так о-о-о смотрите чуть вперед пошел вернее назад о есть так а сейчас назад как дам о-о-о вот так вот о-о-о видели вот так вот о-о-о и все ну а с этого момента сейчас тогда вперед попробую на второй час передачи это все форсировать так машина ездит нет не ездит надо назад сейчас езжать так на второй сейчас попробую пристегнулось что-то не обещала так вторую мануальный режим и поехали вперед вот вот на второй вот хорошо на без ESP вторая хорошо гребет видите во-во-во-во отлично смотрите ребята у меня получилось зад сворачивает скользит вот вот а здесь вот получается ехать ух ты ух ты ух ты ух ты едем неужели выедут туда наверх вот 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 смотрите еду 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 смотрите кручу мотор до 4000 и еду ух ты ее мое прет смотрите ху 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 все приехал так но все я думаю этого достаточно друзья лук адреналина хватило теперь главное развернуться давайте посмотрим как я ехал о варить какая гора вот так вот почти внедорожник сейчас вот надо вот сюда я думаю что заехать аккуратно зарулиться и все и назад видали как вот так вот машина можно развернуть какие-то кирпичи непонятно то чего о резину вам продемонстрирует такая резина вот такая вот резина дам в интер макс не изменяет память сейчас обратно будем уезжать посмотрим что из этого получится ну да робот стал по-другому немножко себя вести на бездорожье в том числе хорошо все автоматический режим и вперед и не еду а чай нет так давай 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 сейчас тогда на вторую мануальный режим а сейчас пока попытаюсь вовсе пошел отлично да слушайте вес то вещь смотрите как вам сомнитесь какие тут смотрите блин вообще супер 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 просто как она едет по таким вот неровностям чем мне понравилось сейчас лопату забрать вот у нас стоит вот лопатка вот и солнце как раз садится до темноты катался все едем обратно все едем обратно теперь уже без проблем выезжаем ESP сейчас сама включится по достижении скорости 60 км в час вот смотрите смотрите сейчас она на снегу то есть ESP в принципе не сильно не сильно нужна даже наоборот во все видите включилась ой ну да включилась 60 км в час все вот так вот да машинка машина зверь супер дарит эмоции а на этом друзья говорю вам до свидания до новых встреч на канале удачи добра и здоровья все пока ну а в качестве послесловия друзья покажу я вам торможение на скользкой дороге до нуля с 80 км в час без рук смотрим педали вот так вот это лада друзья лада это качество